Приветствую всех на моей кухне. Каротенечка я ей вот так покажу. Она вот такая в виде узкого такого, скажем, коридорчика. Вот там полка для микроволновки, сковородок и кастрюли, печка. Вот такая вот газовая плита с вытяжкой. Шкафы, вот там минералка наверху лежит. И внизу вот такие шкафы с мойкой рабочей поверхностью. Я сейчас буду готовить лобио. Ну, конечно, извините, классическое грузинское лобио готовится по-другому. Я рецепт в интернете видела и готовила его. Мне понравилось, но сейчас я хочу сделать более быстрый вариант. Что мне для этого понадобится? Кастрюля примерно такая. Лобио можно делать как суп, можно делать как второе блюдо. Я буду делать нечто вроде супа. В общем, вот такая кастрюля. Масло. Я взяла подсолнечное. Вы можете взять такое, которое вам больше нравится. Лобио луком не испортишь, поэтому я, возможно, пущу его весь. Если хотите, можете взять половину, можете чуть-чуть. Это уже ваше усмотрение. Чеснок. И, собственно говоря, самое главное, это фасоль. Я взяла вот такую консервированную, красную. Можете взять белую, можете любую другую. В общем, красную, это очень даже неплохо. И какое у нее будет преимущество? Она приготовится очень быстро. То есть, лобио буквально в течение 10 минут готовится. В отличие от классического, когда вы варите сырую фасоль или замоченную. Я, кстати, не варила сухую фасоль. Когда делала более такое классическое лобио, я эту фасоль сухую, в смысле, замачивала на довольно долгое время. Но это вот этот вариант самый быстрый. Кстати, это блюдо постное. Особенно, я думаю, будет интересно тем, кто содержит пост сейчас. И полезное для здоровья. В фасоли очень много микроэлементов. Лук, сами знаете, витамины и все такое. И масло. В общем, начнем готовить. Ну, в общем, смотрите. Я сейчас взяла кастрюлю. Ее подсушила. Потому что она, ясно делала, где-то капли воды, где-то что-то. Использую прямо как сковородку. Сюда лью масло. То есть, лобио маслом не испортишь. Можете лить побольше. Впрочем, как нравится, конечно. И туда же я опущу лоб. Просто мне не с руки снимать одновременно. И потом его поджарю до такого вот золотистого цвета. Вот, смотрите. В кастрюле поджаривается лук. Сейчас он немножко еще поджарится. Я туда опущу свою фасоль. А затем из чайника налью кипяточку. Что мне нравится. Так вот, этот чайник, который я, наконец-то, обрывал в Испании. Потому что здесь такие чайники в нынешнее время редкость. И сейчас пользуются вот этими, ну, у нас, конечно, тоже пластиковыми, которые там быстро нагревающиеся и все так далее. Но я люблю вот такие чайники. У меня вот заварочный чайник. Я привезла из России чай. Я чай в пакетиках не признаю. Поэтому завариваю вот таким образом. Поэтому меня этот чайник очень радует. Вот. После того, как я обжарю лук, еще пускай немножко поджаристым, поджаристей будет, я сюда, значит, еще раз скажу, положу фасоль и налью кипяточка с чайника. Ну, до того, так сказать, уровня, как мне хочется, сколько супа мне захочется получить. Вот. Сейчас уже... О, сейчас буду высыпать фасоль. Прерыву съемку, потому что не с руки мне снимать. Я держу телефон в руках и потом покажу, что получается. Вот. Как видите, я наковыряла из той банки у себя фасоль. Немножко ее вот так вмешаю. Можно фасоль раздавить, а можете оставить целую. Это уже на ваше усмотрение. Видите, лук я мелко не режу. Вот. Поэтому сейчас все поджарится. и когда все сварится, будет все чики-пуки. Теперь берем чайник и наливаем водички. В принципе, можно и холодное наливать, потому что это фасоль, даже не в мясо его наливаю, правильно? И еще будет оно кипеть, поэтому вот, налила. Может, я еще потом подолью. Хотя, сейчас проверим густоту. Вы тоже смотрите, какой вам густоты надо. Мне, в принципе, как суп, нормально. Вот. Сейчас она закипит. После этого я посолю. Видите, тут поджаристый лук плавает. Если не любите, конечно, можете взять и его вытащить отсюда. А я, в принципе, люблю. И... Короче говоря, когда закипит, я посолю. И когда вы подаете к столу, вот этот суп лобио, вы должны его посыпать зеленью. Там можно и мелко нарезать зелень. Берете петрушку или берете кинзу. Больше всего в это блюдо подходит кинза. Да. И еще одно. После того, как оно закипит, я посолю и добавлю мелко нарезанный чеснок. В кавказские блюда обычно чеснок добавляют перед выключением. Я готовила многие блюда. Потом как-нибудь покажу. Вот. И... Сейчас закрою. В общем... Вот. Где у меня тут крышка? Вот она. И я вас уверяю, блюдо получится вкусным. Невкусное блюдо я бы никому не предлагала и сама бы не ела. Вот. Сейчас нарежу чеснок и вернусь к вам. В общем, блюдо мое закипает. Я теперь солю. Я наглазно сколько посолить это. Можете много не солить, если не любите. И вообще соли много вредно. Потом досолите. Хотя посолить надо, конечно. Я вас уверяю, у меня высыпалось достаточно соли. Вот она сейчас закипает. И сейчас я сюда отправлю мой вот так вот нарезанный чесночок. Хорошо еще вместе с чесноком сразу отправлять и порезанную и кинзу мелко. Но кинзу у меня сейчас нет. Выйду на улицу, куплю. Поэтому блюдо пока будет так. И, в общем, я добавляю чеснок и возвращаюсь к вам. Мое лобио. Вот оно. Здесь кипит. Я уменьшила газ. Сейчас, кстати, еще уменьшу. Минуты 2-3 оно должно покипеть. Хотя фасоль это готовая к употреблению. Можно есть ее прямо из банки. Но кто ж из банки, извините, меня будет есть эту фасоль. Это будет невкусно. Поэтому значит вот так сейчас стану чтобы цветы в кадре были. Поэтому я ее вот таким образом готовлю. Получится лобио быстрого приготовления. Готовится блюдо минут 10 максимум. Учитывая все вот эти вот что вы чистите, моете, режете. В общем, все-все-все. С чем оно кушается, это лобио? Можете есть, чтобы оттенить вкус фасоли. Его, ох, какая мне прическа вообще странная. Можете есть его с чем-нибудь соленым. С солеными огурцами, например. С ну, какими-то там такими вот пряного посолы. Может, перцем. Ну, что вам нравится. Если хотите подбавить мясца, можете есть его с колбасой. Лучше с копченой. На хлеб положить, как будете в рот. пожалуйста, можете просто с хлебом. Тогда это будет полноценное постное блюдо. Вы получите необходимые микроэлементы, которые содержатся в фасоли, в луке, в масле, и в чесноке, и в зелени. наедитесь тоже. Блюдо это вкусное, мне самое нравится. Если бы не нравилось, я бы не готовила. Так что не пугайтесь, что нет мяса. Вы взяли какую-то банку, открыли, какой-то воды налили, что это выйдет. Выйдет хорошо. Вот. На мои гиацинты посмотрите. В общем, всем приятного аппетита. Кушайте полезные блюда, будьте здоровы и встретимся на моем канале. Пока.